скажите пожалуйста как вы выносите трагические финалы в дорамах которые вы озвучиваете ой это кошмар честно скажу вам это просто ужас вы ведь знаете что я эмпат я через себя все проношу за кошмар и когда вот на прибыла дорам особенно дорама под названием мистер саншайн там ребенка он снимался и ким тари главных ролях то не смотрел сразу подбираю будет спойлер это рамбли уже пять лет назад пришло получается в конце они умирают и что-то разделяет короче а да вот по моему ребенку он погибает ну как бы они пытаются все вместе убежать потому что японцы наступают если соответственно он успевает ким тари по моему закинуть в этот поезд она вас последний двери на него выгляды там за ним гонятся она стреляли честно стараюсь и вообще не пересматривал мне чуть-чуть захотелось пересмотреть концовку что плохо помню помню что было даже души раздирающие там не просто герой умер а трагически он пытался спастись он бежал за ней и она пыталась его спасти но она понимала что как бы если она тоже умрет тогда люди когда которых она ответственная получается ну они не справятся то есть она несет ответственность за других людей потому что она аристократ к получается и я была на последних сроках беременности нет пузо вот так и когда ну ты кто знаю даже когда ты беременна у тебя в принципе гормоны играют а тут еще такой конец еще ты m pack это какой кошмар у меня депрессия была я задыхалась я боялась что честно с ребенком будет что-то не то потому что мне прям прям я заешь мне была паническая атака я задыхалась от того что мне такое как бы для меня бы это был шок очень тяжело было юра матерился там что за херня какого хрена ну либо даже дорого почему так реагируешь все происходит это даже словами писать тяжело насколько это было насколько мне было плохо я задыхалась как будто так душно как паническая атака сердце билось окутывал страх туда титов холд это в жар бросает и особенно ужасно тяжело дышать до вспоминать не хочу прям и качеством максимально ужасное состояние вот так вот я переживаю вот чудесный мир закончился в первой серии я была я стараюсь честно старается почему я часто вот так вот прикал придуриваюсь до часто это такая несерьезная я поэтому и придуриваюсь ребята потому что если я буду серьезно то я меня нахлынут все эти мысли воспоминания которые будут элементарно в дарамах произошли давить чувство которое пережила ну и плюс у меня есть свои чувства свои трагедии до в жизни которые произошли соответственно ну да сейчас я говорю я уже чувствую как у меня все за поступать я стараюсь сдерживать хотя по сути просто чужих про драму сейчас да короче тяжело тяжело я все это переношу ужасно тяжело но с другой стороны мне кажется за счет этого что люди чувствуют как бы искренность когда я звучу я не понимаю я могу максимально приближенно передать те эмоции которые как бы чувствовал бы человек находясь в такой же ситуации как в дарами